Возобновление традиции в развитии сельского хозяйства. В Алматинской области прошел сельскохозяйственный форум Агробизнес-форум АСИ-2023, который был организован в Межказахском районе на одном из живописных мест региона Плато АСИ. В ходе мероприятия представители агро- и сельхозпроизводства организовали выставку, где были представлены агронаучная и сельскохозяйственная продукция от производства и обработки сухого верблюжьего молока до кормов минеральных и органических удобрений для животных. В Алматинской области насчитывается более 3 миллионов мелкорогатого, а также около 1 миллиона крупнорогатого скота. Об этом стало известно в ходе ежегодного слета чабанов, который в этом году приобрел новый масштабный формат в виде сельскохозяйственного форума. Мероприятие состоялось на одном из пастбищных мест, расположенных в 100 километрах от Алматы – Плато АСИ в Межказахском районе. Несмотря на отдаленность места проведения форума, здесь собралось более полутора тысяч людей, заинтересованных в производстве сельскохозяйственной, агропромышленной продукции и в развитии животноводства региона. На организованной здесь специальной выставке предприниматели представили свою продукцию. Важное событие для сельскохозяйственников посетил и Аким Алматинской области. Марат Султангазиев ознакомился с деятельностью каждого предприятия и отметил, что их дальнейшее развитие несет существенный характер для региона. Также здесь, кроме больших хозяйств, которые могут представить свои услуги, представлены все институты развития, банковские учреждения, банки второго уровня, с тем, чтобы люди могли участвовать в этих госпрограммах. Ну, понятно, что многие хотят, но люди не информированы. Вот сегодня практически кто здесь находится, все связаны так или иначе с аграрным бизнесом, с сельским хозяйством, поэтому, думаю, такой формат работы очень полезен будет. Также представлены институты научные, которые могут помочь, представлены хозяйства, которые занимаются селекционной работой, искусственным осеменением, эмбрионами. То, что нужно нам сейчас, это улучшение породы. Даже новые технологии здесь представлены. Это дроны последнего поколения, которые могут удобрять участки при этом намного эффективнее, то есть и дешевле, и быстрее. Поэтому, думаю, для аграрьев вот такой формат будет интересен. Посетив выставку, Акимобласть рассказала о мерах, предпринимаемых в регионе для развития сельского хозяйства. Так, в целях повышения доходов сельского населения в рамках государственной программы «Аул Аманаты» по области выделено 8,3 миллиарда тенге. Для эффективного использования этих средств необходимо развивать сельскохозяйственную отрасль в соответствии со спецификой каждого региона. В текущем году планируется выделить на эту программу 14 миллиардов тенге. По области 65% из 4 продовольственных животных пасутся на 133 пастбищах. В соответствии с законом о пастбищах, каждый районный Акимат работает над планом управления пастбищами и их использования на 2023-2024 годы, отметил Марат Султангазиев. Кроме того, в рамках форума ряд специалистов, проработавших несколько лет в сфере сельского хозяйства, награждены почетными грамотами и ценными подарками. От всей души поздравляю вас. Во-первых, со священным праздником Курбонайт. Курбонайт призывает людей быть добрыми, честными, сострадательными и близкими. Этот праздник всегда сопровождается национальными традициями. В рамках развития отрасли сельского хозяйства в области мы проводим форум аграрной отрасли на пастбище АСЭ. Уважаемые земляки, большое спасибо всем, кто принял участие в областном форуме аграрной отрасли. Уверен, что данное мероприятие несет огромный вклад в закрепление практики в ведении сельского хозяйства и его развитии. К слову, в ходе мероприятий для гостей и посетителей на фоне живописного высокогорного ландшафта представлен концерт с участием солистов и музыкантов региона. Также были организованы соревнования по национальным видам спортивных игр. Хэску, Тинге, Лю, Бэйге и Кокпар. Шандос Назарбаев, Бегжан Кенжибай, телеканал ЖТСУ, Алматинская область. Продолжение следует... Продолжение следует...